Приветствую! Меня зовут Ирина Правдивцева и я актриса. Сегодня я иду на свое первое занятие по вождению с инструктором. Водить сегодня буду учебный автомобиль, так как долгие годы мой страх оковал меня, мое водительское удостоверение. Я благополучно после окончания автошколы забыла о нем, точно так же, как и стала забывать все выученные навыки. И сегодня я хочу перебороть свой страх и все же начать водить. Начнем с программы «Город» урок номер один. Это видео будет полезно всем тем, кто понимает мой страх, а также начинающим водителям, девушкам, которые боятся стать автомобилистами. Я обещаю, что в конце блоков этих видео я проедусь по городу самостоятельно. Ну что, погнали! Сегодня у нас хорошая погода. Я надеюсь, что урок у нас тоже будет не менее хороший. В белой куртке такая, получается, полная вверху. Но главное, чтобы в голове что-то еще наполнило меня. Так, я вот сейчас, на мне навешано микрофоном, как на елке. Я как раз, я зеленая в плане вождения, я еще очень зеленая. Вот, кстати, мне нравится оттуда ракурс больше. Да. Может, этот туда закрепить? Ирина, добрый день! Здравствуйте! В общем, для меня Ирина новый ученик. Мы сейчас с ней познакомимся. Ирина, расскажи про свой опыт вождения. Водительское удостоверение у тебя есть. У меня есть. Вот. А есть ли навыки у тебя? В общем, расскажи про свои навыки для начала. Навыки минимальные, можно сказать. Что умеешь делать? Что я умею делать? Трогаться, останавливаться, пристегиваться. Да, пристегиваться я тоже умею. Я пристегнусь обязательно. Но я еще, да, как я сказала, совсем зеленая. Потому что, может быть, есть какой-то страх. А с какими ты проблемами сталкивалась, когда училась в автошколе? Мало опыта для меня. Мало опыта? Как у меня был? Я закончила автошколу, и долгие годы я вообще не садилась за руль. Сколько время примерно прошло? Ой, вы знаете, наверное, прошло 7 лет. Возможно, где-то так. В первую очередь мне нужен опыт для съемочной площадки. О, интересно. Второе. Ну, конечно же, хотелось бы уже в конце-то концов пора. Первое занятие – это скорее я знакомлюсь с вами. То есть понимаю исходный материал. А я знакомлюсь с машиной. Да, а вы знакомитесь с машиной. И, собственно, первое занятие – это постановка техники управления автомобилем. То есть мы сейчас выбрались на участок, где автомобилей нет. То есть нам не нужно, чтобы другие участники на нас отвлекались. Вот здесь стройка идет. Там, где стройка, там, кроме грузовой техники, ничего нет. Большой дороги. Ничего нет. Да. Так, собственно, покажу. Да, нужно вспомнить, где у нас тормоз, где у нас газ, где у нас слева, где право. Вот, это, кстати говоря, да, актуально, потому что люди часто путают лево и право. Нет, нет, я это понимаю. Я сама бидекстер, я умею писать двумя руками. L и P. Очень интересный вообще момент. Люди очень часто говорят, что в жизни они стороны не путают. Но когда будущие, когда садятся за руль, им инструктор говорит лево-право, они иногда путают право-слево. Сейчас мы настроим посадку под себя. Здесь есть четкий алгоритм, по которому нужно следовать. Во-первых, вообще понять, какие настройки у сидения есть. Вот в данной машине, конечно, у нас не очень много настроек, но в любом случае ими нужно пользоваться. Первая настройка, которую можно использовать, это вот здесь вот. Смотри. Вот здесь вот у нас ремень. Он можно его поднять, опустить. Вот. Первая настройка. Супер. Да. Вторая настройка. Это сам подголовник. То есть мы сейчас вообще посмотрим, какие настройки есть, и потом ими будем пользоваться. Вот здесь у нас, соответственно, рычаг вперед-назад. Бывает у машины настройка по микролифт, как в этом, как в кресле, компьютерном кресле. Поднять, опустить, а здесь такой штуки нет. Вот. И, собственно, пассажиры, это, наверное, самое тяжелое, вот именно пассажиров, которые не любят пристегиваться сзади, это тоже наша задача пристегивать. А там есть, да? А, есть. Да, там везде есть, да. Мы прошли, какие есть регулировки, и сейчас нам нужно все это последовательно отрегулировать. То есть можно по пунктам сделать? В принципе, да. То есть мы первое, с чего мы начинаем, это с регулировки, на самом деле, спинки сиденья. Спинка сиденья должна быть практически под 90 градусов, вот как сейчас мы сидим. Слишком туда далеко отклоняться не рекомендуем, потому что... Можно уснуть. Да, правильно. Плохо работает вестибулярный аппарат. Это, собственно, всеми доказано. На контраварии это очень хорошо видно, когда, собственно, мы учимся каким-то экстремальным уже ситуациям. Например, там, выходу из-за носа и так далее, когда наше тело гораздо раньше реагирует, будучи вертикальным. Правильно. Когда мы туда-назад, мы расслаблены, и иногда расслабленность может привести к не очень хорошим последствиям. То есть нужно было все-таки за рулем, относительно расслабленным, но собранным. Ну да, чтобы тело было активным. Да, чтобы тело было активным. Все правильно. Поэтому со спинкой все хорошо, но здесь нужно еще подголовник проверить. То есть идеально нам нужно сесть так, чтобы наша голова скрылась за подголовником. Скрылась? Да. Да. Вот у нас все здорово, потому что подголовник раскрывает голову. Все ровно, да? Да. Я так понял, не все рассказывают. Вот это по положению ноги навидали тормоза и газа. У нас получается так, что мы пользуемся двумя ногами. В идеале, чтобы пятка у нас лежала на коврике. А стопа, она двигалась... Вот как бы между этой и этой. Вот даже на тормозе она как бы вот находится на одной линии, а к газу она вот так вот поворачивается. На тормоз нажали. Да, нужно иметь выворотность стопы. Да. Это хореографическая подготовка. Вот сейчас нужно попробовать найти такое положение, которое позволяет нам пользоваться педалью тормоза и газа, не отрывая пятку от коврика. Газ. О, да. Вот примерно в таком положении нога должна быть. Чик-чик. Чик-чик, вот так должна быть, да. Если мы отрываем, мы тем самым теряем время на перенос ноги с педали тормоза, на педали газа. Или наоборот, драгоценные секунды превращаются при движении автомобиля в метры. В метры. Да. С сиденья. С сиденья, педали. П педали. Да. С, П. С, П, что-то выйдет. Так, теперь, собственно, когда мы отрегулировали, да, правильно, когда мы отрегулировали, Ирина уже показывает на руль, и она права. Вот после этого мы уже, собственно, переходим на руль. Традиционная регулировка по рулю, это когда, собственно, мы на верхнюю часть обода руля положили запястье. То есть вот где-то выемка, где запястье, у нас должна быть на ободе руля. Если у нас рука лежит на ободе руля, и спинка не отрывается от спинки сиденья, значит, все ок. Значит, у нас руль расположен на нужном расстоянии. Я думаю, что примерно это вот так и есть сейчас. Да, да, да. По рулю тоже настройка есть. Вот здесь внизу есть рычажочек. Ух тыжка. Можно опускать вниз, вниз, поднимать вверх. Есть еще на автомобилях регулировка по вылету. Это по углу наклонного регулировка, есть по углу по вылету. То есть можно как штурвал самолета на себя сюда потянуть. Здесь такой тоже радости нет. Будем пользоваться тем, что есть. Значит, мы сначала, вот с самого начала, чтобы отрегулировать руль, нужно включить аварийку и понять, перекрывает ли верхний ободок руля вот эти аварийные огни. Если мне не приходится куда-то вот так вот искажаться. Мне кажется, я Ирину возьму в инструктор. Она очень хорошо воспроизводит то, что я говорю. Воспроизвожу, да. Ну, посмотрим на практике, как я буду воспроизводить. Никуда не приходится нырять, да. Тогда, значит, все верно с рулем. Вот на данном положении руля, в данном положении руля, сейчас мне комфортно. То есть мои запястья ложатся прямо на ободок. Это тоже правильно. И спинка не отрывается от спинки сидения. Все супер, все правильно. Аварийку можно выключить? Аварийку можно выключить. Да, пока выключим. Сейчас получилось, что мы отрегулировали сидение, отрегулировали педали руль. Вот после этого можно уже пристегнуться. Ага. То есть мы пристегиваемся, на самом деле, попозже, потому что, двигаясь туда-сюда, ремень нам может просто быть... Ну, с ремнем может быть неудобно... То есть он может сковывать движение? Да, ну, просто он мешает. Да, то есть в целом ничего страшного, но норм. По ремню тоже есть нюансы, чтобы он правильно работал. Ремень мы прям... Должен он сползти, вот как у Ирины, внизу. Здесь вот мы его должны подтянуть, чтобы он никуда не пропал. И вот этого перекрута вообще не должно быть. Лучше его перекрут, а вывести куда-нибудь туда подальше. Во. Да. О, супер. Вишенка на торте – это регулировка зеркал. Самое простое – это регулировка вот этого зеркала. Мы его регулируем таким образом, чтобы видеть просто заднее окно. Тоже, чтобы мы там не нагинаем, не нагинаем, ничего. Да, ну, здравствуйте, заднее. Оно должно полностью отражаться. Полностью, да, от зеркалам. Вот быковые зеркала на данной машине, они маленького размера по сравнению с теми зеркалами, которые сейчас идут в современных машинах. Поэтому, собственно, и регулировка отличается на современной машине и на машине, в которой мы учимся. Она несколько не совсем новая. Регулировка будет следующая. Мы вот должны увидеть ручку задней двери. Да. Она ее плохо видно, но ее видно. И дорогу. Задние двери, да, ручка задней двери должна быть во внутреннем нижнем углу. В внутреннем нижнем углу. Да. То есть, например, если на этих зеркалах будет понятно, как ехать с этими зеркалами, то если сесть уже на более современную машину, ну, прям... Будет проще. Прям, да. Прям, когда сядем, почувствуем себя намного легче. Вот сесть бы на современную машину. Хорошо. Да, как бы оказаться. Да. Я сейчас нарисую зарисовочку, как проверить, что настроены зеркала правильно. Это достаточно просто и банально, но я такие банальные вещи рисую, потому что до банальных вещей иногда человек не доходит. Конечно, у каждого свой ассоциативный ряд, у каждого свое восприятие, поэтому давайте рисовать. Да, в общем... Так, сейчас мы будем рисовать. Класс. Вот такую теорию я обожаю. Мы ее на вот этой машине, на светло-голубой, проверить очень легко. Собственно, мы должны... Смотрим в правое зеркало. Все очень просто. Мы машину видим в правом зеркале. Она еще не пропала. Мы частичку видим зада машины. И уже глазами, боковым зрением видим, как она у нас появилась сбоку. То есть нет никакого промежутка, когда мы ее не видим вообще нигде. То же самое, соответственно, и слева. Машина едет, мы ее видим в боковом зеркале и видим немножко зада и видим боковым зрением, собственно, машинку спереди. Ну, в боковом окне условно мы ее уже начинаем видеть. То есть мы ее начинаем видеть, как только она приближается вот к ручке нашей... Да, все правильно. То есть как только она начинает равняться у нас по среднюю стойку, мы видим ее зад и мы видим ее, собственно, перед боковым зрением. То есть, понятное дело, я смотрю вперед, но я вижу, что здесь что-то приближается ко мне. А что вот есть обозначение, такие слепые зоны, это что? Слепая зона, она обычно с правой стороны и если неправильно отрегулировать зеркало, то, собственно, мы ее можем получить. То есть обычно она у нас... То есть мы просматриваем где-то вот эту территорию, да, и машина может оказаться в этой слепой зоне, например, здесь, перестраивается к нам сюда под бок, и мы ее не видим, как она это делает. Да, вот. Обычно, если, собственно, машина в этой полосе находится, то на современной машине все-таки при правильной регулировке слепая зона сходит уже на нет. Обычно я могу сейчас как раз выйти, встать вот в это место, когда меня не будет видно ни в боковом окне, короче, в зеркале меня вообще не будет видно. Обычно это сделано, если я вот сюда вот уйду на 3 метра, сюда пройду на 3 метра, то как раз, вот если машинка здесь вот окажется, то ее не будет видно. Ничего себе. Пойду демонстрировать. Давайте, это прям супер, не суперспособность, это правда жизни. Что, сейчас мы посмотрим наши боковые зеркала, насколько... Раз, два, три. Сейчас на ваших глазах испарится человек. Эдин, видно меня? Так, ищу, я вас ищу в зеркале. Заднего вида нет. Здесь я тоже вообще не вижу. Было видно меня? Нет. Вот. То есть, если мотоцикл вот там, где столб сейчас, то мы его не увидим. То есть, обычно человек натренировывает разные варианты проверки слепой зоны. Одна из проверок это кинуть взгляд, собственно, под 90 градусов и заглянуть, что там творится. Вот если мы посмотрим вот условно на справа, что у нас происходит, да, просто голову на 90 градусов поворачиваем, и мы скорее всего увидим, что там есть столб. Столб, в данном случае, есть та самая слепая зона. То есть, если там будет ехать мотоцикл, мы его не увидим. Да и, в принципе, машина там может скрыться. В этой зоне. Уже страшно, уже не хочется. Хорошее начало. Так, окей. Теперь будем разбираться с коробкой. Ничего. У нас идет от лобового стекла назад, в такой последовательности P, R, N, D. То есть, запомнив эти режимы, мы сразу, собственно, можем знать. То есть, мы очень нужно P, R, N, D. Все. А скажите, Николай, на корейцах включается свет вот здесь. Так. Ирин, вот мы, собственно, начинаем с посадки. Что помнишь из автошколы, как настроить посадку под себя? Мы сиденье уже настроили, правильно? Да. Руль, педали, все. Зеркала и ремешек безопасности. Вот у нас сейчас нужно проверить огни, габариты. Я выключу пока. Оф. Значит, вот этот значок, насколько я помню, это габариты машины. Правильно. Можно, опа, чтобы всем было видно, понятно. А это вот огонь, который должен всегда гореть. Вечный огонь. Да. Вечный огонь, который ближний. Ближний свет. Но есть же еще и дальний свет. Что, как его тут делать? От себя. Раз. И здесь у нас загорелось синяя, вот там вот, давайте вот так, видно, чтобы было синий, габаритный дальний свет. А, нет, не габаритный, вот так, дальний свет. Все. Да, все супер. Все правильно, да? Включаем драйв. Да. Чик. И машина готова к движению. Да, отпускаем педагог, тормоза едем. Я смотрю, что там у нас. Сейчас, чтобы там никого не было, потихонечку отпускаю, смотрю там, чтобы никого не было. Пытаюсь чувствовать габариты машины. А, собственно, Николай, скажите, а куда мы едем? Просто прямо. Прямо. Сейчас мы доедем до вот этого столба. Ага. И остановимся. А остановимся. Я так плавненько, 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 чтобы... Вообще шикарно. Супер. Шикарно. Так, ну все. И мы, да, и мы должны теперь на... Можно на паркинг, чтобы она никого не была. Рук на руле. Да. Когда мы едем, собственно, руки у нас располагаются вот на спицах. То есть у нас большой палец прямо лежит на спицах. Вот видите как. А в фильмах все вот так и вот так, я еще так. Круто, круто. Да, немного с поводниками, с рычагами. То есть мы можем оперативно включить левую дугу правого уровня. Левая. Это правая рука. И я, получается, прохожу дугу с трех часов. У меня способна рука повернуть примерно до часиков. Так, до... У кого-то она до восьми. У кого-то она до семи доходит. У кого-то, кто очень гибкий, может рука и до шести часов. Вот, Ирина, мы сейчас вот этой рукой собственно выполняем поворот. И вот смотри, мы сейчас повернули с тобой до трех часов. Угу. И в целом, в целом, мы видим, что эту дугу, эту дугу, эту дугу мы можем нарисовать одной рукой. Ну вот та, я одной стараюсь и делать так у нас. Все, вот мы в эту полосу сейчас встроимся, возвращаем, перестроимся в правую полосу. налево. Налево. Как нам здесь просто ехать? Здесь светоформность не работает? Нет, тут никого нету. Собственно, мы уступаем дорогу. Нет, мы не уступаем дорогу. Мы на главной дороге. На главной дороге и поворачиваем. Да, просто смотрим. Оттуда, по идее, никто не должен появиться, потому что там двухторонка. А вот тут двухторонка. Здесь нам нужно оказаться в правой полосе. Так, Ирина у нас едет. Так, а куда едем? Да едем. Навыки-то какие-то, старые. Какие-то. Установки мы, что, поворотник подключаем? Правой поворотник, да. Хоп. Всем я сказала, что я решила здесь притормозить. Чик. Чик. Там полностью остановится? Чик. 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 Здесь у нас главная дорога. Получается, что машины, выезжающие оттуда, должны нам ее уступить. Да, правильно. Но учитывая, что здесь стройка, здесь могут знаки стоять. Ну, перепутаны могут быть. Что-то из ошибок у меня. Я забываю выключать поворотник. Хорошо, что я не забываю его включать. Да, да, да. Забываю выключать. И что я еще делаю? Правое зеркало. Правое зеркало. Просто отсутствует навык смотреть в правое зеркало. Получается, когда мы хотим сделать какой-либо маневр, как перестроение, как пример, да, у нас в начале в идеале идет зеркало. То есть мы смотрим в зеркало. Вот хочу перестроиться, смотрю в зеркало. После зеркала у меня, собственно, идет сигнал. После сигнала идет уже маневр. Ну, маневр, это, собственно, подразумевается, что мы рулим. Действие, да. Действие, да. Зеркало, сигнал, маневр. Первое, второе, третье. То есть, когда инструктор дает команду перестраиваемся, сначала нужно посмотреть, да, можно говорить. То есть можно прям озвучивать. Зеркало, сигнал, маневр. Прям, собственно, можно говорить. То есть, да, можно поменять местами сигнал, зеркало, когда какая-то экстренная ситуация уже приближающая. Когда мы не совсем были готовы, то у нас может сигнал опередить зеркало. Либо, когда нам так и так, так или иначе, нам нужно выполнить этот маневр. Ну, например, ехали, 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 увидели впереди перед собой какое-то ДТП, да. Машинки есть, мы... Смотрите, у нас... Мы поворачиваем прямо Да, 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 мы сейчас, собственно, на правый поворачиваем, да. А здесь можно включать? Можно, у нас есть включить правый поворотник, что мы точно едем сюда. Вот у нас впереди участок, который потребует от Ирины чувствовать габариты автомобиля. Здесь конусы расставили. Здесь целая площадка автошколы. Да, кстати. Мы сейчас с Ириной выезжаем на большую дорогу. В большую жизнь. В большую жизнь, да. То есть нам уже надоело, Ирина сказала, что мне уже скучно. Немножко обманываю, да, я? Или нет? Ну, на самом деле вынужденное обстоятельство у нас. Изменили маршрут. Да. Вот. Ну, смотрите, я вот соблюдаю скоростной режим. У нас здесь ограничение скорости 30. Да. И я и еду. Вот мы едем 30, да. Дальше. Что мы делаем? Мы едем по моей полосе. Да. Скорость. Мы решили заехать на заправку купить-попить. Потому что мы оба много говорим. Мы уже вынуждены выехать на большую дорогу. Так, касаемся немножко, щупаем поток. Немного начинаем к нему привыкать. Мы сейчас выезжаем направо. Вот он выезд справа, где мы заезжали. Сразу направо и поедем вот как Мерседес сейчас едет. Вот он начинает упор даже повернуть. Так, я пока буду соображать, где что. Вот они оттуда выезжают, мы им уступаем дорогу. И прям наоборот мы надо повернуть. И как раз пока никого нет, поехали направо. Хорошо. Причем-то поворотник заглох. Да, потому что мы руль обратно вернули, а он имеет свойство отключаться. Так, здесь мы должны уступить дорогу. мы уступаем, здесь удобно смотреть, зеркало нам здесь ничем не поможет, здесь смотрим через лево окно. А-а-а. И газку. Все, разгоняемся, прям километров 30-40 едем. Тут я, конечно, этот маневр не совсем поняла, потому что где какая полоса, как она... Здесь сложное место, да, потому что дорога идет под изгиб. Морин слева, там никого нет, быстренько перестраиваемся, не боимся. Все, и держим 50 км в час, 50-60. А вот на таких развилках... Поворотник не нужно. Вот если мы на съезд в лугиях включили бы правый, а если мы не включаем поворотник, значит мы остаемся на той дороге, которая широкая. Семь лет не ездили. Как оно вот сесть после семи лет? Я даже не знаю, может это не я вовсе была. Я не верю, что я сегодня ходила. Почти два часа въездила. Мне почему-то легко. Обычно я, когда даже пыталась тренироваться, я очень быстро уставала. Может потому что такая глобальная концентрация на все. Сегодня выехали с Ириной в итоге на большую дорогу. Вот. Я не верю. Ну да. Есть такая фишка, это поездить с учеником по очень легким маршрутам. Не говорить, что мы будем выезжать на что-то сложное. Всегда всем говорила, что я водить не люблю, я не водитель, я устаю, мне это не приносит удовольствия, я вот привыкла сидеть на пассажирском кресле, там красить губы или что-то такое. И сегодня мне кажется начала как раз ловить удовольствие. удовольствие, да. Я не знаю, как это возможно. Я не знаю. Возможно, я теперь начинаю верить, что, ну, вероятно, я таки буду ездить. Час обратную связь дам Ирине. Ирина, на самом деле, в общем, водить будешь точно. Вопрос времени и, учитывая, что я сегодня увидел, скорее всего, обучение пойдет хорошо. можно сказать, как по маслу. Упражнение, которое давала Ирина, и с успехом выполнила. Конечно, ошибки у нас есть. Ошибки предлагаю вам написать, какие у Ирины были. мы вам пока не будем раскрывать ответы и карты. Да, пишите. А я тоже буду ждать комментариев, обратной связи, потому что я не на все успевала обратить внимание. Я напоминаю, сегодня, можно сказать, после такого огромного перерыва полноценно прошло вот одно занятие, где я выехала на дорогу. Я еще даже парковалась и еще и реверс включала пару раз. Unbelievable. был.